около 30 за 30, мы начинаем лучше видеть, каким последствиям нас привели те или иные наши собственные привычки. На уровне тела это хорошо видно, кстати. То есть если человек, у него есть какие-то нездоровые привычки, переедание или пить пиво или что-то, тело про это тебе к 30 очень наглядно расскажет. Но на уровне ума тоже есть нездоровые привычки, и в этом возрасте ты про это узнаешь через весь вот этот вот спектр ментальных расстройств. Это не только тревожные расстройства, это самые разные расстройства. Это и просто беспокойство, и навязчивые мысли, это и... в общем, много всего. И мой совет — начать уделять внимание своему ментальному здоровью. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет. Это не то, что вы подумали, это интересный подкаст. Я Влад Аганов, и сегодня у меня в гостях Игорь Будников. Влад, здорово. Здорово. Благодарю, что позвал. Как бы ты себя представил? Я долго думал, у тебя за кадром спрашивал, кто ты? Йога-тичер. Кто? Преподаватель медитации, предприниматель блога. Кто ты? Как ты себя идентифицируешь сам? Я преподаватель медитации. Это моя профессия. Но это не все, чем я занимаюсь. Я предприниматель и основатель ретритного центра. Об этом мы во всем сегодня попробуем поговорить и нащупать твои сильные стороны, возможно, даже слабые, потому что, учитывая, что канал сосредоточен на ценностях около 30, люди как раз ближе к этому возрасту начинают понимать, что их сила может быть в слабости, и в этом нет ничего плохого. Никто несовершенный. Абсолютно. У тебя есть как раз на канале видео, чуть ли не последнее, кризис среднего возраста, как жить дальше, когда тебе уже за 30. Да. Ну и как жить дальше, когда тебе уже за 30? Знаешь, интересно, я слышал тысячу раз про вот эти кризис среднего возраста. Мне казалось, что это какая-то фигня, которая происходит у тех, кому уже глубоко за 40. И только вот буквально последний месяц я диагностировал у себя этот кризис, и у меня он проявляется как какая-то повышенная рефлексия в отношении в целом жизни своей и того, что я делаю. И ты знаешь, бьет еще по самооценке и самоуверенности. Что у кого-то лучше, чем у тебя? Есть такая вот история. Ну то есть знаешь, как это бывает? Ты слушаешь там подкасты, понятно, все мы подписаны на суперуспешных людей в Инстаграме, и возникает вот это когнитивное искажение, что вот если брать каждого по отдельности, то ты точно завидовать не будешь. Ну понятно, что у каждого человека свои сложности, свои там победы и прочее, но общее впечатление такое возникает, что пипец, все такие успешные. А ты, что ты, а тебе уже вот, ну мне 37 исполнилось. А ты что? Знаешь, приходит какое-то острое ощущение времени в контексте, что... Его скоротечность. Время, да, жизнь скоротечна, 37 пролетело очень быстро, очень незаметно. Вот особенно тот мой период жизни, 12 лет, когда я уволился с наемной работы и начал, по сути, делать то, что мне нравится. И вот эти 12 лет прошли, с одной стороны, очень ярко, кайфово, осмысленно, наполненно, ну пипец, как быстро. И ты понимаешь, что... И еще такая тема приходит, что, а ты не можешь как-то сильно быстрее двигаться или расти, чем сейчас это происходит, потому что ты и так используешь там возможности, ресурсы довольно оптимально. Ну, в целом какая-то такая переоценка. Переоценка отчасти как признание, что да, всего не успеет, да, есть много путей, которые в этой жизни для тебя уже недоступны. То есть вряд ли ты сейчас в 37 вдруг принципиально что-то новое начнешь делать. Но я вижу, что для меня этот кризис, он все-таки довольно лайтово проходит, потому что свое фундаментальное решение я сделал, ну, уже много лет назад. Вот если бы я к этому возрасту до сих пор бы работал юристом или условно, ну, клерком где-то на нелюбимой работе, то я думаю, меня бы сейчас капец как накрывало. Ну, то есть вот я сейчас могу понять вот эти все поступки, когда ты там покупаешь красную машину, бросаешь семью и прочее. Ну, то есть это может произойти, если ты последние там 10-15 лет, ну, гнался вообще за какой-то левой морковкой. И тут до тебя это начинает доходить. И ты понимаешь, что сейчас или никогда надо дернуть этот стоп-кран. Ты сказал про смотришь на людей в социальных сетях, которые успешнее, чем ты, но ты забыл о том, что многие люди смотрят на тебя точно так же. Ты успеваешь себе напоминать об этом, это же очень важно. Знаешь, во-первых, я принял решение отписаться нахрен ото всех. Просто. Так. Ну, точнее, я оставил, может быть, там, несколько человек. Ну, жену оставил. Ну, оставил тех, вот, чей контент меня не раздражает, скажем так. Понял. Во-вторых, блин, я прям реально каждое утро делаю практику благодарности. Ну, то есть это то, что помогает моему мозгу оценить то, что на самом деле в жизни и каждый день в моей жизни возникает много всякого классного, позитивного, что надо ценить. Твой приход в йогу, медитацию вообще в практике в целом, он был обусловлен какими-то травмами? Потому что я знаю, что, ну, в процентах 90 случаев люди приходят в йогу или в медитацию, когда они чувствуют какое-то недомогание физическое или ментальное. У тебя было что-то подобное? Не было прям явно выраженной какой-то травмы. В йогу я залетел вообще, можно сказать, случайно. Туда привела меня девушка, которая для меня была открывателем многих каких-то вещей, типа викторианства, йоги, каких-то там духовных книжек. И я туда попал на самом деле на слабом. Ну, то есть я тогда учился МГИМО и прям вот ходил на плавание три раза в неделю. Ну, то есть считал себя очень таким здоровым, спортивным. И пришел на йогу просто из любопытства. И малость прифигел от того, что я не мог там сделать каких-то поз, которые, ну, банальные, знаешь, треугольник или там подними одну ногу, постой так. Ну, то есть у меня все тело прям дрожало, я весь потел. И для меня это был какой-то такой челлендж, как, да ладно, я не смогу разве с этим разобраться. Я начал ходить на йогу, вот больше, как, знаешь, прокачать себя с новой стороны. С физической? С физической, да. И это осталось со мной как хобби. И когда я уже устроился работать юристом, я продолжал ходить на йогу. Ну, тогда, знаешь, это было из серии. Я мог бухать в пятницу ночью, но в воскресенье я иду на интенсивное занятие по йоге. И вот так вот продолжается, ну, то есть внутренний был конфликт. То есть с одной стороны меня вот тянуло во всю эту там светскую московскую движуху, с другой стороны я прям чувствовал, у меня есть какая-то тяга к йоге. Ну, вот, знаешь, что-то ты хотел компенсировать все-таки, если раскладывать уж на какие-то составляющие в ретроспективе. Можешь ли ты дать оценку тому, почему тебя это начало завлекать? Потому что ты вроде как был на пограничном таком, знаешь, и пил, веселился, и девушки... Знаешь, я не знаю, как это ты воспримешь и твоя аудитория, но я вижу, что есть еще такая тема, как не все, что с нами происходит в этой жизни, оно родом из этой жизни. То есть есть еще какие-то глубинные склонности у людей. Кого-то тянет в одну сторону, кого-то тянет в другую сторону. И я по своей жизни могу точно сказать, что во мне есть какая-то штука, которая меня тянет в сторону и практики, и медитации в частности. И я не уверен, что она связана с этой жизнью. Независимо от уровня владения иностранным языком, просмотр видео на своем, родном – это вопрос банального удобства. Недавно я наткнулся на подкаст на английском, где спикер говорил с таким необычным акцентом, что я с трудом его понимал. Я бы, конечно, мог потратить кучу времени на попытки разобрать акцент или бросить просмотр, но я просто добавил русскую озвучку к видео. Показываю, как это сделать. Открываете видео на YouTube в Яндекс.Браузере, нажимаете на кнопку «Перевести видео», и у ролика появляется русская озвучка на очень высоком уровне. Ближе к концу сезона случилось вот что. Я оторвался от экрана с мячом и стукнулся коленями с одним парнем. Иногда я даже забывал, что это не авторская озвучка. Голосовой перевод в Яндекс.Браузере открывает новый мир идеи и вдохновения. Кстати, перевод работает не только с английского, но и с других иностранных языков, и не имеет аналогов. Так что, если вы хотите расширить и разнообразить свою ленту контента и рекомендации на YouTube, смотрите больше иностранного видео с помощью Яндекс.Браузера. Проверьте это самостоятельно и поделитесь своим опытом. Ссылка на скачивание в описании. Так, после того, как ты оказался в йоге, что было дальше? Как ты осознал, что это именно твой путь, или ты продолжал жить свою жизнь, работать свою работу, зарабатывать много денег, будучи юристом, и иногда практиковать, потому что, ну, девушка была? Ну, давай так, с девушкой мы расстались. Неожиданно. Мне было реально очень хреново вот все эти годы, которые я работал юристом. Несмотря на то, что внешне это был пример такого глянцевого успеха. Я там купил себе первую машину BMW купе, потом купил Ягуар кабриолет и, ну, в общем, красиво жил, но внутренне чувствовался плохо. Это из богатой семьи такая ремарка? Нет, не особо. Ну, блин, я устроился на высокоплаченную работу, где нам платили сразу там тысячи долларов, и мог себе это позволить. В общем, всегда хотелось, было какое-то стремление к тому, чтобы закрыть эту вот спотребность, да? Да, интересно, но я прям помню, когда устраивался на эту работу, у меня внутренний какой-то голос сказал, иди в это с головой, тебе надо этот опыт прожить, и после этого ты пойдешь в другую сторону. Вот я не знаю, это прям какое-то внутреннее было такое чутье, и так, ну, смотри, я учился в МГИМО. Парнишка из провинции, которому родители высылали 10 тысяч рублей в месяц, и вот мой первый день в МГИМО, я пришел в кафешку Мока Лока, типа все туда шли, я туда шел, и там из серии передо мной заказывают два кофе, круассан, с вас там 700 рублей. И я такой, в смысле? Ну, то есть я разделил эту сумму по дням, да, ну, то есть у меня сегодня на поесть из серии 200 рублей, потому что это не только на поесть, это еще на книге, ну, вообще на все потребности, и я понимаю, что мне из этой очереди надо куда-то, знаешь, это. Ну, то есть я там... Сделать вид, что тебе позвонили. Да, я там конкретно получил травмирующий опыт, наблюдая за жизнью мажоров, ну, то есть в нашей группе некоторым ребятам покупали новые машины просто потому, что они сдали сессию бестровик. И ты наблюдаешь вот прям супер-мажорных ребят. И да, мне тоже хотелось, ну, то есть я хотел, вот я видел, как оно бывает, и я хотел. И я должен быть честным, я пошел на свою первую работу, а отчасти меня двигало желание зарабатывать хорошие деньги. И мне нужно было этот опыт пройти. Многие с благодарностью вспоминают тебя вот как раз лет так 10 назад, рассказывают о том, что ты был одним из основоположников вообще движения медитации в России, и ты начал об этом широко рассказывать и многих подсаживать на эту практику, скажем так. Подсаживался. Да, а ты помнишь свои ощущения от того, когда ты, ну, вот начал замечать, что за тобой люди хотят идти? Что это был за день? Если ты вспомнишь про свои ощущения, будет круто. Ну, день, который изменил мою жизнь, это тот день, когда я уже спустя год после увольнения предложил своим подписчикам свой первый платный курс по медитации. Потому что одно дело, когда люди тебя просто благодарят, другое дело, когда они у тебя что-то покупают, тем самым позволяя тебе возможность жить так, как ты хочешь жить. Ну, то есть у меня на тот момент практически закончилась та подушка безопасности, которую я себе скопил за несколько лет вот этой вот офисной работы. Я знаю, что была випассана в твоей жизни, и она перевернула как раз то твое сознание, и ты окончательно ушел с работы. Но учился ли ты где-то преподавать медитацию? Потому что это же достаточно тоже долгий, сложный путь, насколько я знаю. Я сама учка. Ну, то есть на тот момент... Мы говорим сейчас про события, которые были уже больше 10 лет назад. Вот на тот момент не было как такового, знаешь, места, где можно поучиться преподавать медитацию. Випассаны уже же были? Випассаны были, и я ездил на випассаны. Ну, то есть я говорю именно про обучение, где тебя учат преподавать. Но вот давай вспомним, 10 лет назад медитация это было, ну, такое ругательное слово-то в целом. Да и сейчас... И надо было прямо вот реально фильтровать, кому ты это говоришь, потому что тебе могут понять не так. Сейчас оно ругательное из-за того, что его слишком много, тогда было мало. Ну, я как человек, который вот наблюдал прямо вот расцвет этого движения. Я могу сказать, что тогда вот были реальные сложности с тем, чтобы объяснять людям, что это не секта, что это не опасно, что люди от этого не сходят с ума, что никто там... Ну, понимаешь, да, то есть уровень образованности населения был крайне низкий. Сейчас говорить про медитацию, ну, то есть, я не знаю, мне кажется, уже не осталось тех людей, кто не слышал про медитацию. Все очень сильно изменилось, медитация стала мейнстримом. В этом есть другая проблема, что сейчас медитацию называют кучу самых разных техник, которые, знаешь, как зонтичный такой бренд, все медитация. Но внутри этого мира чаще всего люди очень плохо ориентируются и могут делать что-то, что, ну, я не могу сказать вредно, но, возможно, не так полезно, и им будет казаться, что они делают медитацию. И... Ну, возвращаясь с твоим вопросом, да... Да, как ты взял на себя эту ответственность? Потому что это же достаточно серьезно, потому что бывают ситуации, когда люди, там, не знаю, обучившись где-то на психолога, еще даже не получивши корочку, начинают заниматься личными практиками, что в целом запрещено. Ну, то есть, официально нельзя этим промышлять, и люди потом спустя время понимают, какие они ошибки допускали, говорят о том, что, ой, прошу прощения за прошлое, это, наверное, было не совсем верно с моей стороны. Ты знаешь, есть какие-то штуки в жизни, которые ты не планируешь, не мечтаешь о них, они с тобой просто происходят. Вот как я пришел к преподаванию медитации, оно так просто сложилось. Поверь, я не мечтал об этом в детстве. Конечно нет. Я не стремился к этому. Ну, то есть, ну, смотри, как было. Я... Ты уже ушел с работы, тебе были нужны деньги, объективно. Я ушел с работы, и я не знал, чем я буду заниматься. Ну, то есть, у меня было ноль идей. Точнее, у меня была одна идея, а что, если я буду производить подушки для медитации? И я еще к отцу пришел такой, папа, благослови. Он такой, ну, с чего-то надо начинать. Сказала Кроха. И, ну, то есть, я пошел в очень такую честность с собой и подарил себе год на то, чтобы искать себя, как это нынче модно, да, искать себя. Ну, то есть, мне хватит денег на год. Ну, по факту, вначале менять все свои отложенные мечты. Попутешествовать, там, поехал на... Поволонтерил. И в процессе вот этого года мне начали приходить какие-то идеи. И медитация была далеко не первой, кстати. Вот я с тобой делился до подкаста. Первый проект был, это брать интервью у тех людей, которые нашли свое предназначение, чтобы они вдохновляли других. И вот на это я делал ставку, и я заморачивался с монтажом, там, со съемками, со всеми делами. И именно вот тогда я вот буквально в каком-то техническом перерыве, там, в монтажной студии попросил оператора снять меня и буквально за один час записал несколько очень коротких занятий по медитации. Ну, то есть, я был увлечен темой медитации. Я съездил на ретрит, и с ретрита я каждый день вот по часу сидел, медитировал. И меня это глубинно интересовало. И в моей логике люди будут подписываться и вообще следить за моим проектом с интервью, и я бонусом буду давать им мои вот эти вот бесплатные уроки по медитации. И поэтому подход был такой, ну, господи, ну, я что-то точно знаю уже, да, за эти несколько месяцев практики. Ты смотрел, читал, что откуда ты черпал? Да, я тогда читал то, что было доступно по теме медитации. В частности, я читал книжку Эдди Падди Комби, которая основатель Headspace. Оттуда я взял какие-то вещи. Плюс, ну, все-таки прохождение випассаны, это довольно такое серьезное обучение в теме медитации. И плюс из жизни какие-то примеры, как мне помогала медитация. Ну, мне было достаточно контента для того, вот прожитого изнутри, для того, чтобы записать 7 уроков по 5 минут на 30 минут. В ретрит-центры куда-то ты ездил? В Индию? К тому моменту я прошел 3 ретрита. Не только на территории России, правильно? На самом деле, я большинство своих ретритов прошел не в России. Ну, опять же, в России тогда был только центр Погоинки. Тогда не было большого разнообразия. Ну, и, собственно, я сделал это без каких-то ожиданий. Окей. И хочется поделиться, у меня точно есть чем поделиться вот на этом уровне. Ну, то есть, я точно знаю чуточку больше, чем те, кто не знают вообще ничего. Ну, то есть, задача была просто дать людям какое-то знание и вместе с ними развиваться. Которое, знаешь, вообще не может навредить. Ну, то есть, вообще там нет такого варианта. И интересно, дальше разворачивались события, да, вот как вселенная с нами все время в каком-то таком диалоге. Не зашел мой проект с этим интрию. Ну, то есть, он не вызвал фурора. Но вот эти вот коротенькие уроки по медитации, они стали реально востребованными. И люди на них подписывались, они их проходили, они благодарили, им было интересно. И все чаще и чаще в обратной связи от тех, кто проходил, возникал вопрос, супер, а когда будет продолжение? Что для меня было неожиданно, никакого продолжения я не планировал. Ну, то есть, на тот момент я такой, так, нет, я буду развивать этот проект, я буду писать блог, да. Но были какие-то примеры, которыми я вдохновлялся на Западе, и вот я хотел, вот как они, там, развить блог, там, все вот это. Ну, то есть, все-таки ты хотел через блог развить подход к медитациям, не наоборот, через медитацию. Я тогда вообще не понимал, что именно медитация может быть моей темой, понимаешь? Короче, ты еще полнишу. Ну, можно сказать так, но на тот момент это мне казалось, как из серии кораблекрушения, в котором тебе надо найти, как ты спасешься, какой плод твой спасительный плод. Потому что когда ты в этой ситуации, где с каждым месяцем деньги кончаются, и ты точно не хочешь идти обратно работать юристом, это больше похоже на спасительную шлюпку. А что для тебя было важнее при получении фидбэка от людей? Для тебя важнее были деньги, которые они тебе платят, благодарности, которые они пишут? На тот момент мне никто ничего не платил. Ну, то есть, первый год монетизации не было никакой. Люди проходили мой бесплатный курс, я им дальше ничего не предлагал, потому что предложить было нечего. Ну, и вообще нечего, не было продуктов. Короче, упаковки не было этого всего, да. Нет, но и более того, я не чувствовал, что что-то дальше может быть. И вот когда я говорю, что день, который изменил мою жизнь, это спустя год после увольнения, я родил, по-другому и не скажешь, свой первый платный курс по медитации, и работал над ним несколько месяцев, и работал, ну, то есть, сейчас я создаю курсы по-другому, да, я знаю, что они востребованы, я знаю, что те, кто их ждут, у меня есть ресурсы, ну, то есть, это другое. Тогда в меня никто не верил, меня никто не знал, у меня не было ресурсов, я все делал на коленке, я все делал сам, и было много на этом пути испытаний, вот где ты мог просто, знаешь, психануть, отчаяться и все это дело бросить. И вот в тот день, когда я запустил свой курс, и его купили, аж на целых 200 тысяч, вот тот день изменил в моей жизни многое, потому что я понял, что да, у меня получилось. Не то, чтобы эти деньги были какие-то большие, но это было что-то, с чего можно вообще думать о, ну, о какой-то альтернативной жизни. Ведь еще тогда, 10 лет назад, не так было много примеров людей, которые вышли из матрицы, скажем так. Ну, их практически не было вообще, потому что, ну, поэтому многие говорят, что Игорь... Ну, у меня было, у меня было тогда ощущение какого-то первопроходца, потому что инфобиза не было, не было, знаешь, ну, то есть все, что вот я тогда делал, вот этот запуск курса, ты просто такой, где-то подглядываешь там, что на западе, как они это делают, и много интуитивно, и нет никаких правил, а как это делать, как запуски, да, ну, то есть то, что сейчас знает каждый, наверное, школьник, да, тогда это было вот просто, ты идешь на ощупь. К инфобизу еще вернемся. Хочу у тебя узнать, почему ты не стал продолжать именно практику йоги, а ушел в медитацию, и ты сам уже успел сказать, что для тебя это было интересно физически. Мне кажется, сейчас у большинства людей йога так и воспринимается, типа, пойду, сделаю вызов своему телу, и просто пойду подтягиваться, это же вообще не об этом. Что для тебя йога? Знаешь, йога сыграла большую часть моей жизни, более того, мы с Наташей, с моей женой отучились на преподавателей по йоге, но внутри йоги, ну, то есть йога, хатха-йога, да, это восемь ступеней, где асана – это только одна из, причем не первая для многих это может быть открытие, что йога начинается не с асан, она начинается с ямы-ниямы, это, по сути, нравственный фундамент. И когда вот чем глубже я шел в йогу, тем лучшее чувство, что мне гораздо более интересно пранаяма, дыхательные практики, нежели физический аспект йоги. Ну, то есть я ее знаю, асаны, я сдавал экзамены, я знаю последовательности, я вижу, что это цена для тела. Я не чувствовал, что я какой-то, знаешь, в этом особо одаренный, или я могу людям вот что-то такое дать. Ну, то есть я не чувствовал своей уникальности в этом. Есть куча талантливых преподавателей, которые могут преподавать асаны. Ну, я прям реальный коннект почувствовал с пранаямой и увлекся пранаямой. И когда ты во что-то идешь глубоко, то оно начинает занимать больше места в твоей жизни, вытесняя то, что не так важно. И я пришел к тому, что я все меньше занимался асанами, все больше занимался пранаямой, все больше занимался медитацией. И по факту я преподавал и сейчас преподаю. Ну, сейчас пранаяму практически преподаю только, когда провожу какие-то ретриты, то есть вот так вот, как регулярные занятия это не делаю. Но до сих пор мне это продолжает быть очень интересным. Пранаяма и медитация – это вот прям моя любовь в последний год. Ум, душа, тело, правильно? Такая концепция йоги. Это все должно быть неразрывно, в одной цепочке. Давай объясним тем, кто, ну, собирается идти или занимается бездумно этим всем. Ну, давай так. Идея йоги вообще само слово йога происходит от корня йог, который можно перевести, как соединять, единение. И восемь ступеней – это, ну, это путь. Это путь героя, если хочешь, который начинается, опять же, с нравственного фундамента. Как относиться к… Как выстраивать отношения гармонично с окружающим миром и как гармонично выстраивать отношения внутри себя. С частотой помыслов, иначе говоря. Это не то, ну, это и чистота помыслов, это и правдивость, это и сантоша удовлетворенность. В общем, есть пять ям, пять не ям, и только дальше начинается работа с телом, асаны. И работа с телом, видишь, сейчас очень такой сильный идет перекос в сторону секси-йоги или инста-йоги. Это где, знаешь, там, фоточки, как ты круто стоишь на голове. Поводишь время, и ты в комьюнции. Лотосы и прочее. Ну, то есть, вот это увлечение внешней картинкой. Но в реальности асаны – это про другое. Это про то, чтобы подготовить твое тело к длительным сидячим положениям. Потому что после асан, вот вся остальная йога, она, по большому счету, выполняется в положении сидя и неподвижного. Вот этот восьмеричный путь, восемь ступеней йоги принято разделять на внешнюю йогу и внутреннюю. И как раз после асан идет переход во внутреннюю йогу. То есть, дальше ты делаешь какие-то психотехники, которые со стороны никто даже не видит, не понимает. Они происходят внутри тебя. Это работа с твоим вниманием и с твоим сознанием. Как раз пранаяма является... Пранаяма – это как раз переходный этап. Это где ты внешне что-то еще делаешь, но оно уже больше про внутреннее. И после пранаямы идет пратихара, и после пратихара идет харана, и потом идет... Что дальше идет? Самадхи. Состояние нирваны, говорят, самая высшая ступень. Тхьяна и самадхи. Ну, то есть, по большому счету, пратихара, тхарана, тхьяна, самадхи – это про разные уровни сосредоточения внимания. И, кстати, вот интересно, я когда уже позже увлекся глубоко медитацией, я прям находил вот эти вот параллели, потому что в медитации тоже есть несколько уровней сосредоточения внимания. И когда человек приходит в медитацию, то, по большому счету, на первых порах он делает то, что в йоге называется пратихара. Это больше как способность свое внимание удерживать внутри тела, не утекать куда-то наружу на чувственные раздражители. А ты доходил до состояния нирваны вот до этой самой восьмой ступени? Ты знаешь, что это чувствовал когда-либо? Я думаю, мы здесь можем потеряться в толковании этих пониманий, потому что самадхи в йоге означает, по большому счету, пробуждение, просветление, освобождение, нирвану по-разному называют. Но в контексте медитации слово самадхи означает просто концентрация. И вот ты, вот если сейчас мы пять минут помедитируем, ты будешь практиковать самадхи как концентрацию ума, понимаешь? То есть само слово самадхи на языке пали означает концентрация. И я ее практикую каждое утро. Но если говорить про состояние пробуждения, то со мной это еще не произошло. А ты как-то себе объясняешь, что такое пробуждение именно для тебя? То есть к какому-то конкретному эпизоду в своей жизни ты идешь? То есть что-то должно произойти? Слушай, это глубокая тема, мы можем про это поговорить, но я боюсь, что многие на этом моменте просто уйдут с этого подкаста. Но это совершенно не таинственная история. То есть есть прям целая методология просветления, этапов просветления, их всего четыре выделяются в медитации. И что с тобой происходит на каждом из этапов, и в чем это просветление в итоге заключается? Ну, то есть я могу про это рассказать, если это кому-то будет интересно. Давай попробуем. Почему бы и нет? Я небольшую ремарку ставлю, потому что мое просветление, как мне кажется, всегда происходит после медитации Вима Хоффа, которую он давал в эфире у Джо Рогана, когда 30 раз глубокий вдох и микровыдох, и на две минуты ты замираешь и вообще не дышишь. Как будто бы в этот момент легкие, насыщенные кислородом, могут вывести хоть пять минут без дыхания, но у организма происходит перезапуск чуть ли не на клеточном уровне. И когда ты делаешь глубокий вдох и закрываешь глаза и сидишь потом в медитации, у тебя чистоты разума, ну, схожего ни с чем не бывает. У меня, по крайней мере, так, благодаря именно этой медитации. Вот. Ну, я думаю, видишь, мы просто разные вещи подразумеваем под просветлением. Ну, то есть есть много классных практик, которые тебе дают необычные состояния, перезагрузки нервной системы и прочее, прочее, прочее. Но все-таки в контексте медитации просветление — это немножко другое. Это... Это путь. Это освобождение от страданий. И тут для этого нужно чуточку понять контекст, от чего именно мы освобождаемся. И для многих людей, знаешь, пока еще не настал тот момент, когда они почувствовали, что ты не свободен. И мне кажется, вот реальный духовный поиск человека начинается тогда, когда он начинает все лучше замечать, что мы здесь глобально в тюрьме. Эта тюрьма может быть для кого-то более комфортно, для кого-то более жестко. Но даже когда ты находишься в комфорте, в изобилии, в благополучии, ты все равно в тюрьме. И если ты это не... Если ты не начал с этим соприкасаться, то сама вот эта тема освобождения, она для тебя, ну, какая-то очень непонятная, эфемерная. И это нормально, если это так. И это нормально, если прямо сейчас не хочется выходить ни из какой самсары. То есть до всего надо дойти, до всего надо дозреть. Блин, ну вот ближе к тридцатке как раз все эти вопросы ты начинаешь себе задавать. Видишь, к тридцатке люди реально начинают про это задумываться. Причем, неважно, мужчина, женщина, тоже с девочками недавно общался, которые говорят, я, ну вот, вы думаете, что у вас кризис тридцати, не только у вас, у нас тоже. Все хорошо, но не все хорошо. Здесь важно понять, что в этой жизни есть страдания. Причем это не мои слова, это слова Будды. Это первая из четырех благородных истин, которая так и звучит, есть страдания. Причем часто ее, блин, перевирают и говорят, что Будда говорил, что жизнь — это страдания. Ну, на самом деле это не так, он так никогда не говорил. Он говорил, что есть страдания. И под страданиями он имел в виду следующее, что есть смерть, есть болезни, есть старение, есть потеря того, что тебе дорого, и потеря близких для тебя людей. Я думаю, никто здесь не будет сильно спорить, что все это в жизни есть, и что когда оно происходит, это реально страдания. Дальше он говорит, что даже рождение — это страдания. Что могут понять те, кто либо уже рожал, либо принимал роды, как я. Ну, реально, в рождении ребенка — это страдания. Знаешь, все плачут, муки, никто еще с улыбкой не родился. И когда ты чуть лучше с этим соприкасаешься, в этой жизни есть реальные страдания, которых ты не можешь избежать. Ну, то есть мы стареем, когда нам уже за 30, мы стареем. Конечно, что мы можем скрывать это от других, но от себя ты это не скроешь. И это страдание, и мы болеем, и причем болеем не по плану. Вряд ли кто-то писал план на этот год и запланировал там несколько недель просто на рандомные болезни. Нет, мы не хотим болеть, но болезни происходят, и люди умирают. И когда мы размышляем на эти темы, то вот как раз пробуждается вот эта вот какая-то мудрость, блин, а куда мы вообще попали. И главное, что будет, когда мы умрем? Что будет дальше? Понятно, это уже такая мировоззренческая тема. Такой экзистенциальный кризис. И многие скажут, что дальше не будет ничего, но честно, я в это не верю. То есть я чувствую, я вижу, что эта жизнь, она не первая, не последняя, и будет просто следующая жизнь. Она будет... И это колесо старения, болезни, рождения и смерти продолжается. Знаешь, это как каруси... Вот мы недавно были в Непале, и жена предложила прокатиться на колесе обозрения. Вот если вы когда-то будете в Непале, никогда не катайтесь на местных аттракционах, потому что они очень коварные. Колесо выглядело... Знаешь, я просто по приколу пошел. Оно было, наверное, метров 20 в высоту. Ну, то есть оно очень маленькое было, какое-то детское. Ну, почему нет? Стоит копейки, там, 100 рупий. Колесо сансажа непальское. И мы сели, и первый круг, он, ну, не знаю, размеренно ты прокатился, посмотрел на озеро Пхева, очень красиво, замечательно. Но дальше колесо начало ускоряться. Причем оно начало крутиться капец как быстро, вот прям реально быстро. и вот эти... А надо видеть этот колесо, все ржавое, все вот это. И работники, которые нас запустили, да, они просто куда-то ушли. И нам было так страшно и так стрёмно, и столько поднялось вот просто какое-то жути, что это никогда не закончится, что ты здесь и умрешь, что это колесо сейчас развалится. И только потом я такой, блин, так вот это вот есть метафора колеса сансары, да. Ты в него садишься, типа, сейчас прокатимся, прикольно будет. Но в процессе ты уже понимаешь, что вообще не прикольно. И выйти ты с него, блин, не можешь. Не можешь выйти. Вот многие люди этого сейчас еще, ну, то есть не чувствуют в своей жизни, что тебя никто не спрашивал, рождаться тебе или нет. Это просто случилось. Никто не спросит тебя в следующий раз, рождаться тебе или нет. Эта жизнь, она просто случается. Люди просто рождаются. Совершенно не факт, что следующая жизнь, она будет такой же классной и благополучной, как эта. И оно продолжается. И оно продолжается в реальности в вечность, бесконечно. Пока ты не задашь себе вопрос доколе, о чем вообще эта жизнь, в чем ее смысл. Недавно я видел мем, да, что люди там делятся на три части. Первая часть жизни человека, это, ну, просто, знаешь, ты не сильно осознанный, да, ты такой ведомый, чувственными удовольствиями. Потом есть вот этот этап, типа, что здесь вообще происходит. И мне кажется, вот мы сейчас как раз в том периоде, когда мы задаем себе этот вопрос, что здесь вообще происходит. А третий этап... Сколько это еще может продолжаться? А третий этап человек просто умирает, так и не ответив себе на этот вопрос. Есть какая-то доказательная база эффективности медитации? Ну, то есть, понятное дело, что никто не может это закрепить научно. Но как пощупать результат? Ты знаешь ответ на этот вопрос? Ну, я не соглашусь с тем, что никто не может закрепить это научно. Mindfulness медитации... Я делаю эту поправку, потому что, опять же, медитацию называют разные вещи. Вот то, что я преподаю, это Mindfulness медитация. Это, пожалуй, одна из самых исследованных учеными практик за последние десятилетия. Эту технику исследовали вдоль и поперек в разных странах. И есть сотни научных работ, посвященных той пользе, которую дает эта техника людям. И там, на самом деле, широкий спектр пользы и для физического здоровья, и для ментального здоровья. И это, на самом деле, все в открытом доступе. Вот можно просто вбить в любой поисквик научно доказанная польза Mindfulness медитации. И ты увидишь кучу-кучу-кучу исследований. И с последнего, что меня прямо вдохновило, было доказано, что Mindfulness медитация такая же эффективная в терапии депрессивных состояний, как медикаменты. Прикинь? Ну, то есть, это крутая история. Да, я знаю. Еще одно интересное исследование, которое, может быть, вдохновит людей. Исследование было на широкой выборке людей. Первое, первый вывод, что средний человек, который не практикует ничего, он 47% своего времени бодрствования проводит в блуждающих мыслях. Ну, значит, это вот состояние, когда ты не думаешь ни о чем конкретно, когда к тебе просто приходят мысли, ты просто их думаешь. И с одной мыслью ты перескакиваешь на другую, тут побеспокоился, унесся в прошлое, унесся в будущее. Так вот, 47%. И второй вывод был такой, что когда ум человека находится в этом состоянии блуждания, то есть, не в настоящем моменте, человек не может испытывать состояние счастья и удовлетворенности. Ну, то есть, сопоставив эти два факта, мы получаем то, что половину всего времени бодрствования ты просто не можешь чувствовать себя нормальным, счастливым человеком, потому что твой ум сейчас где-то там блуждает. Вот смотри, контраргумент. Я знаю истории, когда люди, которые с депрессивными состояниями и тревожными расстройствами начинали медитировать и уходили в еще большую депрессию и тревожные расстройства, как раз таки, потому что в момент медитации ты должен избавиться от блуждающих мыслей, но ты фокусируешься на них еще больше. Как нащупать здесь этот баланс? Как понять, кому подходит, кому не подходит? У медитации есть противопоказания, их не так много, и в основном они касаются психических расстройств человека. В частности, не то, чтобы это прям запрещено, но скорее это требует такого терапевтического подхода. Ну и наблюдения какого-то, да? Да, это расстройство биполярное, это шизофренические расстройства, отчасти депрессивные состояния, которые, знаешь, такие уже тебе нужные медиками. Ну, когда мы говорим про депрессивные состояния, да, то это же очень широкий спектр того, как она может проявляться. Какие-то эффективно использовать mindfulness-медитацию, какие-то нет. То есть я не говорю, что mindfulness-медитация вылечит вообще от всех болезней, ну нет. Более того, на свои ретриты я не беру людей, у которых есть психические расстройства, потому что есть риск, что на ретрите, а ретрит – это интенсивная практика, эти расстройства могут открыться, усугубиться. Ну, то есть я не готов брать такую ответственность на себя. Именно у которых стоит диагноз официально подтвержденный, ты об этом? Ну, это может быть не официальный диагноз, но человек может знать, что у него есть биполярка, потому что она уже как-то проявлялась, и он уже ходил. Не обязательно он там стоит где-то на учете, но знает, что за ним есть такая особенность. Это не значит, что медитация… Психиатры ставят биполярные расстройства только, ну, то есть когда у тебя уже официальные заключения, и тогда ты точно знаешь, потому что, ну, объясню свой скепсис в эту сторону, потому что я знаю людей, которые у меня биполярка, просто начитавшись с того, что у них может быть биполярка, потому что это тоже, кстати, одна из обратных сторон моды на психическое расстройство. Ну, слушай, у меня есть один из родственников в семье моей жены, с таким вот биполярным расстройством, которое есть, но нет какого-то официального диагноза, потому что, оказывается, есть много способов работать и лечить заболевания, но не становясь там на учет и прочее. Ну, то есть как его делать, надо же как-то диагностировать это, ну, то есть посредством чего? Да, есть частные клиники, да, есть диагностика, но я к тому, что не всегда это влечет, то, что ты получаешь какое-то официальное письмо, что у тебя... Ну, вот смотри, недавно мы просто сейчас с командой готовим курс терапевтический, призванный помочь тем, кто страдает тревожным расстройством. И статистика, которая нам попалась на глаза, это то, что в нашей стране 5 миллионов человек, которые страдают тревожным расстройством. Но откуда мы узнали про это количество? Это только те, кто пришли и обратились за помощью, и у них диагностировали это тревожное расстройство. И вот теперь вопрос, а все приходят, или есть в 3 раза больше людей, у которых есть тревожное расстройство, но которые просто с этим живут и никогда не становятся на учет. Понимаю, о чем ты говоришь, но все-таки тревожное расстройство и биполярное расстройство, и маниакально-депрессивное расстройство — это, по-моему, разный уровень диагностики, и биполярку, и депрессивно-маниакальность шизо-савернические могут поставить только психиатра, а тревожные может поставить психотерапевт. Может быть, да. Это немножечко разная история. Возвращаясь к тому, что, да, может помочь при депрессивном и тревожном расстройстве, ты не берешь тех, кто приезжает к тебе на ретрит и хочет с вами работать, потому что ты знаешь, что это может повлиять в плохую сторону. Да, и я не квалифицирован, то есть я не психотерапевт, который работает именно с депрессивными расстройствами, вспомнил. Ну, то есть у меня нет такой квалификации, и я считаю, что это непрофессионально и неэтично. Это не значит, что медитация вот прям вот нельзя. Это скорее про то, чтобы найти узко специализированного специалиста, который знает, как это делать бережно. Ну, то есть человек же может просто не признаться тебе в этом, потом бац, и ящик пандорки вскрывается в моменте. Такое было? Такой риск есть. Но поэтому мы просим человека заполнить анкету по здоровью, прежде чем мы берем человека на ретрит. Ну, то есть это всегда про распределение рисков. Могут ли тебя обмануть? Да, могут. С чего начать медитацию? Когда ты хочешь попробовать, наслышан, но нет этого самого импульса и первой ступени. Давай, может быть, дадим это людям. Раз уж мы с тобой хотели попробовать некоторую практику, то welcome. Ну, смотри, давай вначале вот буквально пару слов, которые помогут людям чуть лучше сориентироваться вот в этом мире медитации, и дальше, если хочешь, можем сделать такую демку на пять минут, чтобы люди это прочувствовали. Но главное, что нужно понять, это то, что медитации бывают разные, и разные медитации приводят к разным эффектам. Не все йогурты одинаково полезны. И если забить сейчас медитацию на ютюбе, то ты увидишь там большое многообразие самых разных медитаций. И чаще всего самые популярные медитации – это медитации, построенные по принципу волшебной таблетки. Знаешь, такая медитация, чтобы сразу все стало хорошо, или медитация на финансовый магнит, медитация на привлечение мужа, ну, много всяких медитаций. И люди, которые такие, так, медитация, да, куда они идут чаще всего? Ну, они идут в поисковики, они идут в ютюбщик, и они там тыкают в первую попавшуюся ссылку, а там, знаешь, такая вот медитация, еще фоном какая-то музыка, активирующая шишковидную железу, и вот эта вот медитация поднятия кундалини. И человек это слушает и такой, ну, хрен знает, и потыкает еще в это все. И для себя решит, ну, все-таки медитация — это какая-то мутная тема. Так вот, все медитации можно разделить на две большие категории. И я думаю, что это будет полезно для людей, чтобы как-то в этом начать ориентироваться. Вот первая категория называется концептуальная медитация. Сложно звучит, но сейчас объясню. Что такое концептуальная медитация? Это когда объект, то есть то, на чем мы концентрируемся, это что-то, что существует в нашем уме исключительно. То есть это какая-то идея, это какой-то образ. Ну, например, мы можем себе представлять чакры. Мы не чувствуем чакры, мы их представляем. Мы можем представлять, как поднимается кундалини. Мы можем представлять какое-то божество. Мы можем представлять, как наши духовные ангелы с нами общаются. Мы представляем, ну, понимаешь, да? То есть тут все, по большому счету, любая медитация, которая начинается со слов «закройте глаза», расслабьтесь, а теперь давайте представим. Вот если вы слышите в медитации «а теперь давайте представим», это концептуальная медитация. Я не говорю, что они плохие, но у них есть свои плюсы, у них есть свои минусы. И вторая категория медитации – это как раз та самая mindfulness-медитация, где мы вообще ничего не представляем, где совершенно другой принцип. Мы скорее стремимся заметить, а что прямо сейчас в этом настоящем моменте происходит. Что происходит с телом, что происходит у тебя внутри, что происходит с умом, да? И это не про то, чтобы создать какую-то картинку идеальной жизни или себе что-то притянуть. Это скорее про то, чтобы стать более внимательным к тому, что происходит прямо сейчас. И вот если хочешь, мы можем сейчас сделать несколько минут такой техники, чтобы было вот понятно. Техники, с которой любой человек, который это посмотрит, может начать, найти ее где-то дальше и продолжить развиваться в этом направлении. Да, да. Давай. Готов. Что нужно делать? А сейчас сейчас просто удобно. Проверь, насколько ты удобно сидишь, насколько удобно твои ноги, в каком положении стопа. Руки тоже помести, может быть, на колени. И когда почувствуешь, что сел удобно, не обязательно, кстати, садиться в позу лотоса, можно просто сесть на стул или на кресло, можно даже облокотиться спиной. И прикрой глаза, плавно приглашая внимание внутрь тела. Просто почувствуй тело, осознай, что тело сейчас сидит, и почувствуй ощущение в ягодицах. Почувствуй положение ног. Обрати внимание на ощущения в стопах контакта с полом. Остазнай руки, их положение. Почувствуй ощущение в ладонях и пальцах рук. Почувствуй голову. И расслабь мышцы лица. Расслабь лоб, брови, глаза, щеки. И сейчас почувствуй, насколько тело расслаблено или напряжено. Давай вместе сделаем плавный глубокий вдох через нос. И выдох через рот, акцент на расслабление во всём теле. Пускаем все напряжение. Давай сделаем ещё один спокойно глубокий вдох. И выдох расслабления. Далее дышим носом. Дыхание естественно. Естественно означает, что тело само знает, как ему надо дышать. Заметь окружающие звуки в этой студии. И может быть какие-то звуки за пределами, где-то там, вдалеке. Мы просто фиксируем, не оценивая, хорошие, плохие. Просто замечаем, есть звуки вокруг. Мы вновь почувствуем всё тело, почувствуем ощущение в ягодицах. Теперь мы начинаем замечать, что это тело дышит. Дыхание происходит само по себе. И мы просто замечаем, как будто бы со стороны, как со вдохом слегка расширяется грудная клетка. А с выдохом она расслабляется, сдувается. Мы это просто замечаем. Может быть, ты заметишь, что на вдохе воздух более прохладный, а на выдохе тёплый. Каждый раз, когда ум отвлекается на какие-то мысли, мы возвращаем себя к базовому осознанию. Тело сидит. Просто чувствуем это, замечаем это. Тело сидит. Тело слышит. Тело дышит. И вновь возвращаем внимание на процесс дыхания, как мы его ощущаем в теле. И обрати внимание, насколько это просто, естественно, никакой магии, никаких визуализаций. По большому счёту, сейчас мы тренируем наш ум быть внутри тела и быть сейчас. не улетать в будущее, не улетать в прошлое, быть сейчас. Быть с тем, что происходит прямо сейчас. И заметь также, в каком состоянии сейчас находится ум, насколько он бодрый или сонливый, спокойный или взволнованный, может быть, чем-то раздражённый. У нас нет задачи что-то изменить, мы просто замечаем. Наша работа в этой практике — быть свидетелем всего, что происходит. хорошо. Будем чувствовать всё тело. Давай сделаем более глубокий вдох. И с выдохом постепенно возвращаемся, не торопясь. Приоткрываем глаза. Как себя чувствуешь? Поймал себя на мысли о том, что это своеобразная тренировка органов чувств, что мы... То, что было сейчас, ограничивается восприятием нашего тела. То есть это тот этап, самый первый, с которого мы должны начать, правильно? Чтобы потом выйти за пределы этого самого тела и развиваться в медитации. Ты знаешь, медитация говорит очень дерзкую вещь. Она говорит, что всё, что мы называем своей жизнью, по большому счёту сводится к работе наших шести органов восприятия. Почему шести? Ну, пять органов мы все знаем. Глаза, которые видят, уши слышат, нос, чувствуют запахи, рот, вкусы, и всё тело способно чувствовать тактильность. Так вот, в медитации шестой орган чувств — это ум. Он считается просто ещё одним органом чувств. Вот точно так же, как глаза, способные смотреть на разные объекты, ум способен думать разные мысли, эмоционировать, вспоминать, ассоциировать и прочее. И вот если поразмышлять об этом, то всё в нашей жизни сводится к работе этих шести органов чувств. Прямо сейчас смотрение происходит, глаза смотрят, уши слышат. Особо нет запахов, не всегда все чувства активны, а всегда происходит какая-то тактильность в теле, и чаще всего ум о чём-то думает. И поисследовав это, ты увидишь, что нет ничего за пределами этого. Куда бы ты ни пошёл, что бы ты ни делал, неважно, ты ешь, занимаешься сексом, это всё просто работа твоих органов восприятия. И mindfulness медитация — это о чём? Это о том, чтобы быть в контакте с теми переживаниями, которые сейчас реально происходят, вот которые происходят в этом моменте. Если это какие-то звуки, слышишь какая-то там дискотека на соседнем этаже, то ты про себя фиксируешь это слышание. Сейчас уши воспринимают какой-то звук. Если к тебе пришла какая-то мысль, неважно, о чём она, о прошлом, о будущем, то ты фиксируешь это сейчас думание, это сейчас мысль. И фишка mindfulness медитации в том, что индивидуальные характеристики переживания значения не имеют. Простыми словами вообще не важно, о чём ты подумал. Вообще не важно. Хорошие это были мысли, плохие, о идее, о деньгах, о бывшей. Вообще не важно. Важно, что ты заметил это думание. Сейчас происходит процесс думания. Это всё, что нам нужно знать. И нужно ли от него избавляться от этого процесса думания? В этой практике нет задачи от чего-то избавляться. Задача в том, чтобы понимать, выйти вообще из этой парадигмы проблематизации. Ну, то есть, чаще всего мы жизнь воспринимаем как череду проблем, которые нам надо решить. Не так ли? И эта практика учит нас по-другому смотреть на мир и взаимодействовать с реальностью в настоящий момент. Ведь если всё, что происходит, это просто переживание, то в чём здесь проблема? Сейчас есть переживание мысли. Сама эта мысль может быть о чём-то неприятном, но в конечном итоге это просто мысль. Вот для многих людей великий дар этой практики в том, чтобы показать, что мысли это всего лишь мысли, не более, чем это. Как много людей страдают из-за своих мыслей. То есть, чаще всего, когда к нам приходят какие-то мысли, мы думаем эти мысли, мы обуславливаемся, мы попадаемся в ловушку этой мысли. Ну, бывает же так, что тебе приходят какие-то беспокойные мысли о том, что, ну, трындец вообще, что происходит нынче, а на работе чего, а что, если там без работы останешься. И мы попадаемся в ловушку. Я называю это мелодрамой. На наш ум постоянно какие-то мелодрамы придумывают, мы главные герои этой мелодрамы, и мы страдаем из-за этого. Но эта практика по большому счёту тренирует ум видеть, что мысль, любая мысль, неважно, чем она, это просто мысль. И далее мы исследуем, откуда вообще эти мысли приходят и куда они деваются. И если ум человека уже более-менее подготовленный, тренированный, то ты начинаешь видеть эти мысли, они не твои. Почему мы присваиваем себе эти мысли? Они просто приходят. Не ты их приглашал, просто пришла мысль. И далее интересно, если ты не начал эту мысль, раскручивать, если ты не кормишь её своим вниманием, то эта мысль очень быстро проходит. И, собственно, отчего было беспокоиться, отчего было так сильно напрягаться, это всё просто, эта мысль в твоей голове была, и всё, она уже прошла. Тревожное состояние, психотерапия предлагает проживать следующим образом, думать о том, что может произойти в самом плохом варианте. То есть, когда тебя, я не знаю, бывало ли у тебя когда-нибудь тревожное расстройство, мысль пугает до такой степени, что ты сейчас выйдешь из окна, возьмёшь нож, начнёшь себя там, резать, ударишь близкого, просто ни с того, ни с сего, и начинаешь по этому поводу очень сильно переживать, умрёшь в конечном итоге. психотерапия даёт инструмент под названием проживи, ну да, доведи эту мысль до абсурда, чтобы она подпустила градус. Да, мне кажется, это хорошая техника, которая помогает увидеть, насколько далеко ты можешь зайти в своём катастрофическом мышлении. По большому счёту, тревожность — это нездоровая привычка ума всё трагедизировать, проблематизировать и превращать в катастрофу. И вот в чём принцип работы mindfulness-медитации? В том, что эта техника помогает человеку разобусловить свой ум от нездоровых привычек ума. У каждого есть нездоровые привычки. Это и зависимости, это и тревожность, это и постоянное хотение чего-то, это и раздражительность, это и неудовлетворение, неудовлетворённость. И почему эти привычки нездоровые? Потому что они заставляют нас страдать. Ну то есть, а как чувствует себя человек, который постоянно на ровном месте придумывает себе какие-то катастрофы и верит в них? Хреново себя чувствовать, ему плохо в этот момент. И это отражается на всю его жизнь, он начинает плохо спать и прочее, прочее. И как работает mindfulness-медитация? ты начинаешь замечать в своём уме вот эти вот паттерны, ты начинаешь видеть, как часто ты беспокоишься. Причём самое интересное, и для меня это в своё время было просто большим открытием, каждый раз, когда мы беспокоимся, нам кажется, что есть весомый повод для беспокойства, не так ли? Ну то есть, блин, а чё сейчас делает там ребёнок или муж, а куда катится страна, что будет с курсом, а что будет со мной? И нам кажется, есть весомый повод. Но особенно на ретрите, когда ты наблюдаешь свой ум с утра до вечера и за дня в день, ты начинаешь видеть, что вот смотри, то, о чём ты беспокоился, ну скажем, недавно, на прошлой неделе, вот насколько сейчас актуально. Вот каждый день мы из-за чего-то беспокоимся, каждый день. Слушай, я хочу сделать сразу же небольшую ремарку по поводу того, что нельзя заменять психотерапию и медитацией наоборот, потому что это всё-таки очень важная вещь, её надо произнести, чтобы не было такой подмены понятий. Если вдруг вы себя действительно очень плохо чувствуете, не ищите в медитации выход, потому что это должно работать в совокупности. Если у вас есть какая-то очень тяжёлая тревога или вы понимаете, что вы не можете что-то самостоятельно прожить, обратитесь к психотерапевту и добавляйте медитации как комплекс, скажем так, услуг, которые смогут вас вытащить из этого состояния. Что было на прошлой неделе? Беспокоило то, что я заканчиваю работать на основной работе и ухожу в свободное плавание. Беспокоит ли меня это сейчас? Думаю, что да, это такая перманентная ситуация, пока она не произойдёт окончательно. Да. Мы договорились о том, что я в сентябре ухожу с радиостанции и всё. Тогда, возможно, у меня закончится эта точка встанет. Но это, знаешь, это такая фоновая беспокойство. Ну да. Я уверен, каждый день бывают ещё какие-то беспокойства поменьше. Типа бытовые? Как пройдёт встреча, как пройдёт свидание, как на тебя там посмотрят, успеешь, не успеешь. Всегда же тревоги связаны либо с прошлым, либо с будущим. Не бывает такого, что ты беспокоишься о том, что тебя настоящий... Да ты знаешь, люди беспокоятся по поводу всего, мне кажется. Вот по поводу здоровья. Вот я сегодня, к нам сегодня домой, приезжали взять анализы крови. И доктор спросил, а вам уже сколько лет? Я говорю, ну вот столько. Он говорит, ну а вы когда-то сдавали анализ? Я не помню, на что именно. Это анализ, помогающий выявить, есть ли у тебя, на ранних стадиях выявить, есть ли у тебя рак предстательной железы. Всем после 35 она советует настоятельно уже задавать. И понимаешь, человек, который склонен к беспокойству, он проживет половину дня, беспокоясь, а что если? Всем мужикам привет. А что если? Особенно, когда что-то ниже пояса касается, но все помнят эти визиты к Уролу, когда, давайте-ка сдадим анализ. Ну я закончу мысль. Нам кажется, что просто, блин, столько поводов для беспокойства, и поэтому мы так часто беспокоимся. Но правда в том, что это просто привычка ума. Это просто привычка ума беспокоиться. И все, что мы делаем часто, это закрепляет эту привычку. Ну то есть, если последние годы ты много беспокоишься, то дело не в поводах. Поводы всегда найдутся, каждый день новый повод. И как работает Mindfulness-медитация, она помогает тебе увидеть эту тенденцию. И постепенно, реально постепенно, начать эту тенденцию перепрошивать на новую привычку, на более здоровую привычку. Ты загнался по поводу этого анализа? Вообще нет. А, нет, нормально прям? Вообще нет. Ты знаешь, ты у меня спросил, были ли у меня тревожные расстройства. Мне свойственна в целом тревожность и стремление всё контролировать. Но я вижу на своём опыте, как системная, регулярная практика медитации, она помогает мне не входить в эти трипы. Знаешь, такой ментальный трип, очередная ловушка ума. Вот каждый день фигня какая-то происходит. Сегодня я поехал прокатиться по центру Москвы на своём любимом велосипеде и запарковал его, встречался с риэлтором, выхожу со встречи, колесо сдулось. Либо проткнули, ну, неважно, сдулось колесо. Это будниковый велик. И я такой, типа, блин, а я рассчитывал ещё поесть перед встречей с тобой, мне до тебя надо было ещё доехать. То есть я понимаю, что весь мой план, он рушится, потому что мне сейчас до дома пешком идти 30 минут с этим великом, я не успеваю поесть. И согласись, это вот достаточно, чтобы подсесть на какую-то вот всё, пошло не по плану, как теперь там, а-а-а-а-а. И я такой, ну, окей, как бы ладно, сейчас что-нибудь придумаем. И всё успело в итоге, всё классно. Ну, а к тому, что когда ум объят этой тревогой, у тебя просто пелена такая, ты не видишь ясно. Ну, у тебя нет решения конкретно. У тебя нет решения, у тебя нет гибкости, у тебя нет никакой адаптивности. Ты поднял тему медитации, и психотерапевта. А я же никогда не говорил, что, знаешь, или-или. Более того, я вижу, что будущее за тем, чтобы синергично сочетать подходы и психотерапии, и mindfulness-медитации. Более того, в том курсе, про который я тебе сказал, мы именно этим и занимаемся. Это курс с рабочим названием антитревожность, который построен на синтезе лучшего из психотерапии. Ну, то есть, научно доказано, что КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, эффективна в терапии тревожных расстройств. Факт. Научно доказано, что mindfulness-медитация эффективна в терапии тревожных расстройств. А что, если взять и то, и другое? И вот мы сейчас как раз делаем вот этот синтез с психотерапевтом, и создаем программу, где я буду отвечать как раз за mindfulness, она будет отвечать за КПТ. И я вижу, что реально за этим будущее. Мне часто люди говорят, особенно после ретритов, что, блин, Игорь, за там эти пять дней я проделал больше работы, чем за годы работать с психотерапевтом. И возможно, это действительно так. Ну, потому что, знаешь, как вот бывает, да, ты приходишь на какую-то терапевтическую работу. понятно, есть разные подходы, но бывает вот это, ну, там, давай копнем твое детство, а что было в детстве. И это все выгодно растягивать. Это все вот прям вот ты можешь годами, знаешь, вести человека по его всем этим историям. А работа mindfulness-медитации, она вообще принципиально другая. Все эти истории не имеют значения. Это просто мысли. Не важно, о чем они, о папе, о маме, о детстве. Это просто мысли. Научись видеть, что твой ум просто любит беспокоиться. Сколько раз за день он беспокоится? 500 миллионов раз? Теперь ты это видишь лучше. И как это работает? В следующий раз, когда ты будешь беспокоиться, что-то внутри тебя такое, ага, это опять ты. Происходит вот это внутреннее распознавание, что это сейчас снова беспокойство. Мы начинаем лучше знать зверей в своем зоопарке. Ты их лучше узнаешь, ты их быстрее узнаешь. И у каждого своя тема. У кого-то это беспокойство, у кого-то это постоянное, знаешь, это вожделение. Ему все время что-то надо. Он никогда не удовлетворен. Ему хочется все время что-то купить хочется, что-то поменять, улучшить, бесконечно. Кого-то, наоборот, все триггит, раздражает, бесит, подбешивает. И ему вот это надо начать замечать в себе. Такой вопрос позволью себе. А мы в конце можем разыграть доступ к этому курсу твоему новому? Есть ли возможность подарок нашим зрителям? Давай. Давай. Среди твоих много тревожных? Привет. Точно, да. Условия конкурса в конце. Не могу не спросить у тебя, какая самая сложная ситуация была прожита тобой вместе с медитацией? Было ли такое, что медитация помогла тебе что-то прожить серьезное? Но с учетом, что я его практикую последние 10 лет, таких ситуаций было много реально в разных сферах жизни. И с самого начала как раз медитация помогла мне не свернуть с пути. Помнишь, да, я уволился по сути в никуда и очень сильный был внутренний расколбас вот на том периоде жизни, когда тебе страшно, ты не знаешь, ну то есть никто ничего не гарантирует, а что если у тебя ничего не получится, а что если ты просто все деньги потратишь и тебе придется идти обратно, и как на тебя другие будут смотреть, что о тебе подумают твои, ну понимаешь, вся вот эта вот история. И кем ты себя вообще возомнил? Как это вообще такое, да? Все трудятся, все работают, ты, блин, блог писать будешь? Ну понимаешь, и я тогда медитировал каждый день, и меня эта практика вот реально прям как такое держало на плаву, не позволяя уходить, ну то есть это нормально тревожиться, это нормально бояться, это плохо, когда эти состояния, они препятствуют, тормозят твои действия. Дальше был красивый эпизод, кризис в отношениях, когда жена на тот момент еще не жена сказала мне Игорь, ну так и так, я там встретил другого мужчину и в него влюбилась. Ой. И я хочу с ним быть. И это было больно, и это было, ну знаешь, я убежден, что в жизни каждого человека возникают время от времени экзамены судьбы. и эти экзамены, они на самом деле всегда проверяют, где человек ищет свое прибежище, то есть куда он идет, когда плохо все. И, к сожалению, часто люди идут куда? В алкоголь они идут, или в наркотики идут. И к экзаменам судьбы надо готовиться заранее, то есть у тебя должна быть какая-то опора на что-то, что тебя поддержит в сложный момент. И, к счастью, на тот момент у меня такая опора была. Вот я тогда, прям целый такой красивый был период жизни, когда я медитировал и практиковал по два, по три часа в день. И мы смогли очень красиво этот кризис пройти. Что вы сделали? Вы не расстались? Ты принял ситуацию? Что ты делал для этого? Это же очень такой удар по... Знаешь, это в таких ситуациях на самом деле всегда важнее не то, что ты делал, а из какого состояния ты вообще к этому подходил. Ну, ты знаешь, мы тогда для себя открыли практику открытого диалога. Это когда ты садишься друг напротив друга и искренне, открыто говоришь, что у тебя сейчас происходит внутри. Почему она не ушла? то есть она тебе сказала, я полюбила другого, сори, все, расход. Или это было не так? Ну, смотри, мы в этот момент были в Индии, она только прилетела с Таиланда, где, собственно, произошло их знакомство. И вроде как он должен был за ней прилететь, но вот-вот на днях. Я ей сказал, ты знаешь, окей, ну, это твое решение. давай не будем вот как-то торопиться, ну, то есть он за тобой даже не прилетел. Поживи с этим, я не запрещаю вам общаться, вы можете продолжать переписку. А если ты решишь, что, ну, вот так вот, то я приму это решение. и каждый день мы по утрам после как раз практики мы час вот искренне общались о чувствах, о разном. И ты знаешь, ну, так прошла неделя, он что-то не торопился прилетать, забирать, и мы в тот момент, ну, всегда же кризисы очень так заближают, и мы в тот момент как-то вот реально прям друг друга начали на глубинном уровне лучше узнавать. и а потом я сделал смелое решение, мы на тот момент уже встречались несколько лет, и знаешь, были такими, типа, да, брак, зачем это, мы, ну, это все пережитки. Но на самом деле вот сейчас я вижу, что нет. И смелое решение мое тогда было в том, чтобы сделать предложение, и я сделал предложение, и тем самым на самом деле поднял ставки. А ты объяснял себе, почему так произошло, ну, то есть, почему произошла измена условная? Измены не было, ну, то есть, физической измены не было. А почему так произошло? Потому что люди влюбляются друг в друга, это нормально, потому что люди живые, и в целом я ее не виню. Ну, то есть, видишь, ты можешь в кого-то влюбиться, ты можешь себя запретить вообще смотреть по сторонам, ну, не то, что смотреть по сторонам, ты можешь в себе что-то подавлять, ну, то есть, влюбляться, это нормально. А почему она... Я вижу, что часть ответственности в целом была в том, что я был недостаточно решительный, чтобы не сделать предложение раньше. И сейчас я вижу, что для многих пар, для многих отношений это прям такая большая точка роста. Можно обесценивать, можно говорить, что это кому-то надо, ну, то есть, это просто какие-то архаичные вещи, но на самом деле вот мы это прям так прожили, когда ты делаешь предложение, и когда она говорит да, и когда вы официально это все заключать, меняется, все меняется на самом деле. Что изменилось у нас? До этого было вот есть я, есть ты, есть мои интересы, есть твои интересы, у нас там может не получиться договориться, так бывает. Вот здесь пришло мы, вот это вот мы, есть мы. И ты не будешь причинять страдания своему партнеру в лишний раз, потому что в конечном итоге вот это вот мы страдает. Но вот медитация мне тогда помогла, потому что, понятно, первая реакция была, да и, ну, понимаешь, да, вот это мужское самолюбие, да, да, пошла ты вообще. А если бы была измена, вот вопрос такой, а если бы ты знал, что был физический, что был физический контакт, смог бы ты этот момент как-то? Ну, это, знаешь, это такое гипотизирование, я не знаю. Ну, то есть для тебя же все равно было решающим, что все-таки физического контакта не было, потому что я знаю, насколько мы собственники, блин, в этом плане как-то ментально кастрирует. Я не знаю. Наверняка же ты размышлял об этом. Понятно, что у этого нет четкого конкретного ответа, просто это такой внутренний страх, который сидит во всех, который мы боимся понять и распечатать. Но опять же, видишь, как часто мы боимся того, что может случиться, а может никогда не случиться. Это точно. Я, с твоего позволения, попробую зайти на эту тему, уже когда вы поженились с Наташей, долго жили вместе, у вас уже есть ребенок. Почти год назад, если вдруг тебе эта тема будет некомфортной, можешь мне сразу сказать, вы потеряли ребенка, насколько я знаю. Это было осенью, да. Случился выкидыш. Если можешь, вкратце расскажи, как мужчина проживает такие состояния, потому что это, ну, даже страшно представить, насколько это сложно и тяжело. Это было тяжело, это было грустно. Там еще такая была история, что, как Наташа мне рассказала про беременность, она... В ресторан тебя пригласила, да, я видел это видео. Да, на записку, ну, точнее, она меня на эту встречу прям прогревала целую неделю, что, Игорь, тут в Крым прилетел один очень важный для тебя человек, который хочет с тобой, с нами двумя поужинать. А я был тогда такой занятой, такой, вот у меня там ретрит идет, стройка идет, знаешь, какие-то онлайн-движущие идут. Я такой, да кто это такой вообще, да? Это важно для тебя человек. И вот мы встречаемся, и в ресторане такая вот записочка, что там папочка, встретимся через 9 месяцев, и слезы, и... Ну, это прям желанный был ребенок. А выкидыш был на... пятый, что ли, неделя. то есть это был еще не такой небольшой срок, и, наверное, это не так трагично, как, ну, выкидыш же бывает вообще на любом сроке. Это не так было трагично, но, конечно, это было грустно. И это больница, и это кровотечение, и это непонимание. Ну, в общем... Ну, ты знаешь, в тот момент мы прям много общались с нашими друзьями семейными, и, оказывается, это очень часто. Ну, то есть практически у каждой женщины в жизни был подобный опыт, и это не значит, что ты больше не можешь иметь детей, нет. Были случаи, когда после такого там еще плюс 5, да, и это тоже часть жизни. Это тоже часть жизни, и мы, мне кажется, все прожили так достойно, и да, надо погревать, да, надо какое-то время побыть с этим, не убегать с этого. Но сейчас я чувствую, что мы прям вообще восстановились и активно продолжаем работать. А ты объяснял себе тоже, почему это могло произойти, то есть, опять же, с точки зрения философии жизненной, наблюдений, почему так происходит всегда же мы спрашиваем себя, когда есть что-то, что глубоко нас ранит, почему со мной, с нами? Ты знаешь, это такой мировоззренческий вопрос, есть разные, у разных людей есть разные представления о том, как все устроено в этом мире. Хотелось бы узнать, как у тебя. Да. И мое понимание, что все-таки есть законы, которые управляют, этим миром, это законы кармы. И по закону кармы каждый человек проживает то, что он сам для себя создал своими прошлыми действиями, и именно поэтому у всех людей такие разные жизни и разный баланс боли и удовольствия. И тот человек, который не смог воплотиться, по сути, умер в утробе, это тоже карма. Это тоже карма этого ребёнка. Ты знаешь, здесь вот два уровня понимания этой жизни. С одной стороны, это трагедия. С другой стороны, и этот уровень открывается по мере углубления практики медитации, начинаешь лучше чувствовать, что смерть это в целом не трагедия. То есть мы все очень сильно боимся смерти, и я тоже, но на каком-то уровне смерть это просто естественная часть жизни. И единственное, в чём ты можешь быть уверен, это в том, что ты умрёшь. И более того, есть культуры, в которых к этому отношению гораздо более спокойно. И медитация говорит, что смерть это не конец, это переход, и по большому счёту ничего не происходит. Да, тело теряешь, но ум продолжает функционировать. И ты просто продолжаешь свой путь в соответствии со своей кармой. Точно так же, как когда волна разрушается о берег, то волна не умирает, это просто часть океана. И ты знаешь, во мне есть вот этот глубинный уровень, когда я вижу, что ничто в этой жизни не трагично. Нет никаких катастроф, нет трагедий. Мы можем себе придумывать какие-то трагедии, но глубина трагедии нет. это сделало сильнее вашу семью? Да. То есть не было такого, что ну всё, расход. Ну не, почему? Мы вместе уже больше 10 лет. Почему расход? Такое травмирующее. Вместе не смогли справиться с этим, обвинять начали друг друга в чём-то. Нет. Такое тоже часто происходит. В этом не было... Когда происходят такие вещи, в этом нет чьей-то конкретной вины. Опять же, так просто происходит, так бывает. А сколько раз вы были на грани развода? Было такое, что вы прям уже, ну всё? Ты знаешь, вот тот кризис, про который я рассказал, вот с того момента, как я реально взял ответственность, у нас не было никаких вот прям даже, не знаю, намёков на подобное. А прошло уже больше пяти лет. Спасибо за честность. Очень важная информация для многих, я думаю, которые сейчас это послушают, людей, которые с этим сталкивались или, быть может, столкнуться, и когда-то им это поможет. Спасибо тебе за это. Хочу поговорить про деньги. Вот так вот из-под тишка. Я понаводил справки, не буду скрывать, я созванивался с несколькими людьми, которые были знакомы с тобой или приходили к тебе на практике, на ретрит, наблюдают за тобой. И сложилось всё примерно вот в такую цитату. В студенчестве мы знали Игоря как одного из основоположников йога-движения в нашей стране и медитации. Раньше Игорь был очень крутой про эффективность и духовность. Позже всё ушло в коммерцию и стало похоже на классную бизнес-империю, а духовности в этом стало меньше. И это начало всех беспокоить. Что ты скажешь по этому поводу? Это одно из мнений. Мне кажется, это про этот конфликт, который есть во многих из нас. Конфликт между духовным и материальным. И этот конфликт совершенно точно есть во мне. И за последние 10 лет я много исследовал внутри себя эту тему духовного и материального. И чаще всего у нас представление о том, что духовный человек не может быть богатым. Духовный человек он должен себя обречь на бедность и прочее, проще. А сейчас, вот прожив до 37 лет, я вижу, что это точно не так. По крайней мере, для меня это не так. Я вижу, что духовность и материальность, и богатство в частности, они друг друга только усиливают при условии, что у тебя есть мудрость и внутренняя тождественность духовного и материального. Я не говорю про тождественность. Я говорю, что богатство не делает человека бездуховным само по себе, а духовность не делает человека богатым само по себе. Я говорю про возможность баланса. Я говорю про возможность найти синергию между духовным развитием и материальным. А ещё я говорю про то, что сделать это в реальности сложно. Это большое искусство. Гораздо легче скатиться в крайность и в этой крайности начать обесценивать и обвинять тех, кто в другой крайности, или тех, у кого получилось найти баланс. Но вот у тебя нет ощущения, что есть всё-таки небольшая крайность в том, что идёт перекос в сторону именно финансового состояния, потому что я как сторонний наблюдатель, я не был знаком с твоими практиками до того, как мы не договорились о встрече, у меня тоже сложилось ощущение, что много аффирмаций на деньги, много рассказов про материальное, про роскошь, про дом, про цену на люстру, про которую рассказывала Наташа в своём интервью. Я делаю это специально. Да? Да. Это часть маркетинга. Ну, смотри, я объясню. Вот наши сейчас смотрят люди, и они такие, многие, да, так или иначе, они пытаются оценить человека по его реализации, по его достижениям. Мне многие мои близкие люди говорили, что, ну, те, кто стали близкими, они говорили, Игорь, ты знаешь, а единственная причина, почему вот мы прямо у тебя учимся, и почему мы мы видим, что ты реализован в деньгах. Понимаешь? То есть есть много людей, для которых, которые не пойдут учиться у того, у которого, ну, простите, не сложилось. А с учётом, что моя целевая аудитория это предприниматели, для них это реально важно. Для них важно видеть, что тот человек, который им что-то пытается рассказать про духовное, да, но у него закрыты материальные вопросы. Да, сейчас стало понятнее, потому что ты озвучил про целевую аудиторию. Да. Но. И я отлично понимаю, что это может кого-то триггерить, но более того, я тебе могу сказать, что как много случаев, когда мне писали люди, что, Игорь, ты нас так триггеришь, мы от тебя отписываемся, потом снова подписываемся, спасибо тебе, спасибо. Потому что она чувствует вот эту вот инфобизнесовость. Потому что ты помог, ты помог увидеть этот конфликт внутри и выйти в баланс. Понимаешь? Понимаешь? Скажи, а можно ли научиться слышать себя и найти баланс у людей, которые нереализованы материально? Объясню, что я имею в виду. Также в ретрит-центрах нет ничего зазорного в том, что ты платишь деньги за знания, за практику. Но обрати внимание, в моем ретритном центре ретриты проходят за донат. За донейшин. Ну то есть ты сам по окончанию решаешь. Потому что ты можешь себе это позволить. Это было ценно для тебя. Слушай, вот я тебе честно говорю, есть те, кто оставляют донат миллион, есть те, кто оставляют донат тысячу рублей, а есть те, кто вообще не оставляют. Ну то есть и это все происходит анонимно, то есть ты сам реально решаешь, оно для тебя было ценно, если да, то на сколько. И мне кажется, вот это, это как раз очень честный подход. Но это подход больше про предпринимательство и маркетинг, и блогерство, нежели про какую-то закрытую духовность, которую преподносит как раз в ретрит-центрах, на Випассанах и так далее, и так далее, да? Или это совершенно разные вещи? Надо уметь отделять Игоря Будникова, предпринимателя, от Игоря Будникова, наставника по медитациям. Вот смотри, когда я строил ретрит-центр, то одно из намерений, которое было там заложено, я хочу построить место, где люди смогут проходить ретриты за донейшн, потому что я сам проходил ретриты за донейшн, и мне хотелось такое место создать, и я создал это место, и я вложил туда больше ста миллионов рублей, и я провожу там ретриты за донейшн. И я вижу, что вот это вот и есть духовность реальная, и следование своим ценностям, но при этом я провожу другие ретриты, ретриты, где участие стоит один миллион рублей, понимаешь? Есть ретриты, куда ты можешь приехать и оставить, сколько ты захочешь, и есть ретриты премиум-формата, где люди оставляют по миллиону. Более того, я тебе прикол скажу, последний ретрит, который я проводил на Бали, премиум-ретрит, человек, который заплатил миллион за участие, он потом мне еще заплатил донат сверх этого, сказав, что это было несоизмеримо, что он получил здесь. И в этом баланс. Баланс в том, что есть разные люди, есть разные целевые аудитории. Я не только для богатых, я для всех. И есть разные форматы, как можно участвовать. А как срастить как срастить вот эту трансляцию роскоши, состоятельности и богатства брендов, чего угодно, что можно найти в социальных сетях ваших, с тем, что вы как раз даете духовность, которая чаще всего несет все-таки какую-то аскезу. Что я имею в виду? Про трансляцию роскоши и богатства это про трансляции чего-то внешнему миру. Может ли это идти бок о бок с тем, что ты не зацикливаешься на чем-то, что ты про свободу, что ты можешь жить и без этого? Или это все-таки про то, что одно от другого неотделимо именно в контексте вашей семьи? Ну, видишь, когда ты говоришь, что в наших соцсетях есть только это, это на самом деле не так. Нет, я не говорю, что есть только это, это есть. На что цепляется твой глаз? Я понимаю, что это намеренно, но не будет ли какой-то подмены понятию людей, которые захотят прийти в эту духовность, и они захотят опять же прийти в эту духовность, как мы с тобой медитировали, и ты сказал, что часто медитация на деньги. Как раз-таки придут на медитацию на деньги, а не на ту, которая сделает им лучше, успокоит их тревожность, повысит качество жизни? А ты знаешь, мне кажется, этот вопрос звучит для меня, Игорь, тебе не кажется, что тебе надо быть каким-то другим для того, чтобы каким-то другим людям ты нравился больше? Ты знаешь, мне так не кажется. Мне кажется, что лучшее, что я могу сделать для этого мира, это быть собой. Конечно, но я не зря в самом начале сказал о том, что раньше люди понимали про эту духовность и не чувствовали перекоса. А сейчас есть ощущение в другую сторону. Видишь, люди часто, они что-то говорят, не понимая изнанку того, как все устроено. Знаешь, сколько я плачу за то, чтобы иметь возможность людям отправлять письма с полезными материалами. ежегодные вот на моем тарифе это стоит 700 тысяч. И я тебе могу назвать еще много расходов, которые я несу, мой проект, просто за возможность что-то вещать. Я уже не говорю про таргетированную рекламу и прочее. Ну, то есть мне нужно зарабатывать, мне нужно зарабатывать, мне нужно платить зарплату своим ребятам. И в ретритном центре мне нужно оплачивать счета и заправлять газгольдер газом и проще-проще оплачивать счета по электричеству и покупать продукты. Ну, то есть те люди, которые отрицают материальное, у них просто не было опыта владения, управления каким-то реальным проектом, типа, не знаю, когда ты начинаешь соприкасаться с реалями этого мира, что оказывается ты за донаты, но мир к тебе все по фиксированному прайсу, понимаешь? Никто тебе там не отгружает стройматериалы за донаты, да? Все хотят деньги. Тут скорее речь про именно трансляцию вовне. Ну, то есть как раз-таки очень богатые состоятельные люди, они остаются богатыми состоятельными людьми, продолжая свое дело тихонечко вести. То есть я понимаю, ты сам уже сказал, что это инструмент маркетинга. Ты знаешь, я не могу сказать, что я веду какой-то мега-роскошный образ жизни. Нет. Более того, я вижу, что я весьма экономный. Ну, то есть я трачу деньги там, где я вижу, что это будет целесообразно и где это будет оправданное вложение. Ну, например, мы летели сюда, через Стамбул, и до Стамбула мы летели бизнес-классом, но из Стамбула мы летели экономом. Потому что я не вижу смысла переплачивать за трехчасовой дневной перелет. Зачем? Но когда ты летишь с семьей, с маленьким ребенком, ночной перелет 13 часов, а лететь экономом просто, чтобы сэкономить там 100 тысяч рублей, ну, если ты можешь тебе это позволить, Согласен. Это будет, это реально странно будет. Абсолютно согласен. И вся моя жизнь, это как раз, я очень прагматичен в своих расходах. Реально. И абсолютно непоказушный в этом плане. Более того... Скорее, вот про эти крючки хочу у тебя узнать, про маркетинговые крючки, которые ты, как ты сам сказал, намеренно используешь. Это про попадание в нишу, то есть люди реально нуждаются в том, чтобы привлечь эти деньги в свою жизнь. Ну, то есть, условно, давай, чем отличается марафон Елена Блиновская от марафона Игоря Будникова? Тем, что я не учу, как реализовывать свои желания. Я обучаю медитацию, я обучаю хатинопрактикам, я обучаю знания по закону кармы, я провожу преподавательский курс для тех, кто хочет сам преподавать медитацию, течерс-курс. Ну, то есть, мои продукты, они все про какие-то реальные знания, не про волшебное мышление. То, что я в этом успешен, слушай, чувак, но 10 лет пути, которое началось с вот этого очень смелого решения, все радикально поменяет в своей жизни. И за эти 10 лет я стал востребованным преподавателем. Ко мне люди приезжают, у меня люди хотят учиться. Видишь, это закономерный результат, понимаешь? Абсолютно. Если ты выбрал дело по сердцу, если ты идешь, а я трудоголик, ну, то есть, те, кто меня знают, я как капец трудоголик. Вообще не умоляю твоих заслуг абсолютно. И ты идешь по этому пути из года в год, 10 лет, ты должен прозябать нищете, наверное, что-то ты делаешь не так. Я очень счастлив, что у тебя очень, ну, есть возможность чувствовать себя так, как ты себя чувствуешь, но как будто бы счастье это про спокойствие, отсутствие доказательств чего-либо во внешний вид. А я не доказываю, понимаешь? Но смотри, когда я пощу, что мы, не знаю, в Бангкоке остановились, в Кемпинском, я там... Это немножечко про самоутверждение. Ну, мы просто останавливаемся в хороших отелях, когда мы путешествуем последние много лет. Понимаешь? Ты просто показываешь часть своей жизни. Ты можешь её не показывать, ты можешь показывать, ребят, я сегодня помедитировал. Ребят, я сегодня тоже помедитировал. Ребят, я сегодня хочу поделиться с вами цитатой Будды. Понимаешь, да? Пресно, скучно, капец, мне интересно. Для тебя это важно, правда? Я показываю разные грани своей жизни. Ну, то есть я сегодня катался на велосипеде, я покажу, что я катался на велосипеде. А что такое сострадание для тебя? Сострадание для меня — это когда ты в первую очередь начинаешь лучше замечать, что ты сам страдаешь. И через это ты начинаешь лучше видеть, что другие люди, все на самом деле, они тоже страдают. И начинаешь чувствовать это. Я помню, первые разы я это начал чувствовать уже много лет назад, когда я ходил по клубам, но в тот момент уже увлекался йогой. И ты приходишь в клуб, чтобы с кем-то познакомиться, с девочкой. И у тебя есть какое-то намерение за этим, да? И ты начинаешь общаться, ты начинаешь чувствовать, что, блин, у этой девочки столько проблем по жизни. Ну, в смысле, не проблем, но у неё в жизни много сейчас страданий. Она к чему-то готовится, на волну. И у тебя пропадает какое-то, знаешь, желание, что-то. Ну, то есть ты видишь, что это в первую очередь человек. То есть если до этого у тебя были такие очки «это красивая девочка», то у тебя, блин, это человек. И этот человек, он сейчас проходит свой путь, этот путь полон испытаний и страданий. И ты не хочешь быть ещё одним подонком в её жизни, понимаешь? И для меня сострадание — это когда ты видишь страдания других, но в то же время ты не... Надо различать сострадание и жалость. Это очень разные чувства. Ну вот сострадание для тебя — это больше про помощь другим или про помощь себя. Потому что, ну, как мне кажется, всё-таки... Часто может быть такое, что сострадая мы больше тешим своё «я». И это больше вот про этот нездоровый эгоизм, когда ты сострадаешь и чувствуешь себя от этого лучше. Понимаешь, о чём я? Да, я понимаю, о чём ты. И есть куча перегибов. А сострадание — это про намерение, чтобы другие люди развивались. И про то, что у тебя есть возможность быть вкладом в развитие других. Это не про вот это — спасти всех, помочь всем. Это очень эгоистично, мне кажется. Я там помогаю людям. Ну вот смотри, пример. У меня есть традиция уже много лет. На свой день рождения я проявляю щедрость. Я вижу, что... Ну, я занимаюсь благотворительностью, но я вижу, что главная благотворительность в моей жизни — это благотворительность с знаниями. Потому что в реальности только знания приводят к развитию человека. Ты можешь кормить людей. Ну, первая причина-то какая? Невежество привело людей в ситуацию, где их надо кормить и прочее. И у меня есть традиция на свой день рождения открывать людям доступ к какой-то из своей программы. Иногда полностью, иногда частично. И вот в этот раз я это сделал со своей самой новой программой, посвящённой исследованию законов кармы. И четыре тысячи человек приняли этот дар. У меня нет вот этого эго-трипа, «Ох, я сейчас всем так помог». Я не знаю, может быть, половина из них даже не открыли. А может быть, для кого-то из них это стало точкой невозвратов в жизни. Я сделал это, потому что у меня было намерение проявить такую щедрость. Мне кажется, эго демонизирует, в эго нет вообще ничего плохого. Ну, то есть, если бы у нас этого не было, то мы бы не добивались того, что есть у нас сейчас. Да, отчасти да. Но для меня, в общем, сострадание — это не про то, чтобы... Знаешь, есть те, кто постоянно на каких-то тревожных канальчиках, где вот всё плохо, где вот там дети умирают, спасём собачку, спасём ещё кого-то. И они погружаются в это вот состояние переживательности, и этим вообще никому не помогают. Вообще никому. То есть, а кому ты помогаешь, что тебе сейчас хреново, ты себя чувствуешь плохо, ты вот кошмариков начитался, насмотрелся, и загнался, и чувствуешь плохо себя. Кому ты помог? Вот мне кажется, реальная помощь может идти от человека, у которого сердце открытое, но у которого при этом есть внутренняя мудрость, кто не уходит в эту жалость. А тебе в своих видео на YouTube-канале приходилось когда-нибудь транслировать не свою точку зрения? Было такое? Нет. Ну, мой YouTube-канал — это же чисто мой видеоблог, в котором нет какой-то монетизации, у меня там нет рекламы, ну, то есть мне там не надо предлагать какую-то не свою точку зрения. По факту я записываю ролики там, когда у меня есть вдохновение чем-то поделиться. Кто-то вводит все равно в оффлайн, я так понимаю. Ну, то есть это одна из ступеней воронки, которая потом ведет людей дальше. Иногда да, иногда нет. На самом деле бывают какие-то ролики по вдохновению. А что ты можешь сказать людям около 30-летнего возраста, которые столкнулись с рядом проблем в своей жизни, которые сейчас что-то проживают, или которые боятся своего будущего, заботятся о том, чтобы все было в порядке? Есть ли какой-то совет от Игоря Будникова, человека, который... Вот человек, который был сегодня тем, кем он является на самом деле? Знаешь, вот надо понять, что мы страдаем в нашем уме. Это очень важная на самом деле реализация. Мы страдаем не из-за того, что в мире что-то плохо, мы страдаем, потому что с нашим умом что-то не в порядке. И как раз в этом возрасте, около 30 за 30, мы начинаем лучше видеть, каким последствиям нас привели те или иные наши собственные привычки. На уровне тела это хорошо видно, кстати. То есть если у человека есть какие-то нездоровые привычки, переедание или пить пиво или что-то, тело про это тебе к 30 очень наглядно расскажет. Но на уровне ума тоже есть нездоровые привычки. И в этом возрасте ты про это узнаешь через весь вот этот вот спектр ментальных расстройств. Это не только тревожные расстройства, это самые разные расстройства. Это и просто беспокойство, и навязчивые мысли, это и... в общем, много всего. И мой совет — начать уделять внимание своему ментальному здоровью. Ну то есть быть здоровым для меня — это быть не только физически здоровым, это быть в первую очередь ментально здоровым. Что значит быть ментально здоровым? Это значит иметь сильный устойчивый ум, это иметь хорошее внимание и концентрацию. и оно само себя не сделает. То есть ум — это что-то, что надо тренировать. Пожалуй, это главная моя миссия, собственно, то, чем я делюсь. Ум — это что-то, что надо тренировать. И тренированный ум равно счастливый ум. Не тренированный ум равно целый спектр загонов и расстройств и тараканов. Есть инструменты, которые эффективны. Есть разные инструменты, но вот так вот получилось, так сложилась моя судьба, что я довольно в раннем возрасте соприкоснулся со знаниями о медитации, и это изменило мою жизнь, и это последние 10 лет меня очень здорово поддерживало. Более того, для меня это уже стало, знаешь, такой духовный путь. То есть это то, где я терпаю ответы на вопросы в духе, зачем это всё. Но не обязательно сразу идти в супер-мега глубину, можно просто начать с 15 минут практики в день, как мы с тобой делали, ничего в этом магического, сложного. Это очень какая-то такая честная работа со своим вниманием. Ты можешь почувствовать, что это отражается на твоём самочувствии, на том, как проходит твой день. И по мере этой практики, по мере регулярности ты начинаешь видеть много, на самом деле, позитивных эффектов в своей жизни. Отлично, что мы подошли к вручению подарка через твой спич. Предлагаю написать вам в комментариях, чем помогла медитация, из какой самой сложной ситуации медитация вас вытащила или дала какое-то благоговение. И за самую интересную историю мы подарим что? А вот новую программу, которую мы сейчас разрабатываем. Что в неё входит? Да, расскажи. С рабочим названием «Антитревожность». Это пятинедельная программа, которую мы будем вести совместно с психотерапевтом, которая специализируется как раз на тревожных расстройствах. И за эти пять недель мы будем внедрять те привычки, которые помогут человеку выбраться из вот этой вот ловушки. В онлайн. Это будет онлайн, да. Ловушка «я тревожусь», а теперь «я тревожусь» из-за того, что я тревожусь и так далее. Главное, что с этой тревогой надо понять в конечном итоге это просто мысли. Итак, условия конкурса. Чем вам помогла медитация в жизни? Из какой сложной ситуации она вас вытащила? Подарок – двухнедельный курс от Игоря Будникова про тревогу, как её избежать, как вытащить себя из этого расстройства. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Подписывайтесь на канал Игоря. У него он тоже есть на YouTube. И давайте делать так, чтобы наши видосы подали в рекомендации. Это интересный подкаст. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok